Вольский, дай дорогу и джиморс. Эту запись должен услышать мир. Наутилус Пампилиус, сестры Груздева, группа Дрозды. Просто музыка стала отравленная. Целые 10 годы прошли под заборонами. Глядите, будучи несмело, настау долга чака на час, под стягом бел-червоно-белым чакает перемога нас. Будет очень интересно. Привет, я грустный Коленька, и это мой подкаст «До Коли». И сегодня у меня в гостях легенды белорусского рока Ля Вон Вольский и Юрий Стыльский. У Сумного Коленьки в гостях веселые Юра Стыльский и Ля Вон Вольский. Меня веселит, что изначально приглашал обычный грустный Коленька. Просто обычный блогер. Самый обычный человек. А сейчас вы пришли в гости к экстремисту. А тебя признали? Вот буквально три дня назад, четыре дня назад меня признали экстремистом. И теперь я маленький экстремист. А, ну тогда нет, тогда все, тогда на этом скончим. Это недоспечно, нет, тогда все. Я сам изолююсь, все, я... Ну я же, ты, Ля Вон, ты под двойной угрозой, я же как бы тоже... Видите, что? Ну, на самом деле, для меня вермидивно, а я по коль что-то не. Мне мамы, вот что я там пишу, что ты из них... Кстати, что касается меня, только же две песни признали экстремистскими, а как личность, то вроде бы как нет. Мне вот смешно, как признали песню экстремист группы «Дай дорогу» признали экстремистской. Вот это вот самое веселое, конечно. Не, ну там есть пару слов, как бы таких, за которые, возможно, им и надо. Я не знаю, по их там понятиям. За ноги тянул меня Губоб там. Можно слишком много правды, вот в чем дело. О, у меня был твит про Губобик. У меня был твит, я узнал, как расшифровывается Губобик. Г-говно, У-говно, Б-говно, и так вот все буквы. Такий жарный был. Не, у меня подкаст такой, что я зову людей, которые профессионалы в своей сфере, и мы говорим на эту тему, поэтому с вами я как с музыкантами хочу поговорить, вот. Но я вообще не разбираюсь в музыке. Но мы сейчас тебя научим, ну что там разбираться. Берешь АМ и все. Ну, у меня тогда такой вопрос. Чем отличается вот создание музыки вот в 90-х и сейчас? Я же писал, как бы, музыку, начиная с, вот, как ты говоришь, 90-х, и вот по сей день, как бы, я знаю, что такое, скажем, там, на одном аккорде написать, то есть хит, под который люди будут кедр рвать, вот, который будет звучать на стадионе, его будут играть отцы брейкбита, блин, кристалл метод, тут как бы, было со мной конкретно. То есть мы полетели в Испанию на Саммер Фестиваль и там люди, чей саундтрек играет в первой матрице и играли мой трек, который я придумал в подвале на Кривошея на 9 ну, в Бресте. Представляешь, как у меня глаза вылезли, а там, а там песня на одном аккорде, я тебе просто говорю, как есть. Ну, там есть какие-то такие микро там бриджи, но это все борода. Вот. И если ты сейчас как бы не ленивый и у тебя есть тяга, и сядешь ты за комп, начнешь с электроники, скажем, ну, что музыканты, они сейчас все одинаковые, там, будь то ты там какой-то роковый, там, электронный, или там сейчас вообще эти все стили перемешались, поэтому было бы у тебя только натхнение, и, ну, и все. Ну, как бы это все тоже не от тебя зависит, это как в голову придет, это, ты должен стать одержимым этим. Если бы ты будешь одержимым музыкой, то как бы у тебя все получится. Но это должно быть как будто бы не от тебя, это все зависит. Это называется замыкание. Вот у меня замкнуло как-то, что я подумал, что, блин, я не мог просто без гитары спать, я не знал, я даже не мог от нее отцепиться. Понимаешь, точно так же, когда я погружаюсь в живопись, мне нравится писать картины, это для меня как медитация какая-то, я погружаюсь, мне кажется, я забываю о еде. Только нужно попробовать, возможно, нащупать, что тебе нравится, куда ты должен прийти и попробовать это, потому что пока не попробуешь, будешь сидеть обновлять инстаграм, блин, до 70. Ну, когда вести про меня нет, так у 90-х у меня была больше не индивидуальная, командная такая операция над песнями, конечно, я приносил основные, там, и ледую, гармонию, там, текст, але у моих проектах, я захвачу таки командную працу, демократичную такую командную працу, кожную, что тебе приносить, это, может быть, пару нотов, это, может быть, некая поправочка, текста, что-то такого, и вось, с початку 90-х, вот такая, прикладно, такое нечто ишло, вось, а, если еще таки подыход, и теперь он больше практикуется, когда ты пишешь в Кубейсе, там, может быть, в гараж бэнде, когда у тебя нет под рукой Кубейса, ты пишешь дэму, и там уже уличуются там варьянты некие макчымага оранжаванне, всякого этого, и ты досылаешься до музыкантам, ясня еще варьянт, який я практикую с 13-го, напевно, года, это ты пишешь просто дэма под акустичную гитару, и пишешь некий рыв, некий брич, такую некую побудову, и досылаешь продусеру, а продусер все это сам сшивае, робець оранжаванне, записывая там с музыками своими, записывая там бубны, записывая бас, записывая все гитары, досылая до тебе, и ты альбом хваляешь, этот альбом, а я уже смотрю на это все, что как будто бы это какой-то не трутур, не трутвор творчество, знаешь, это так само подыход, это так само может быть таки подыход таксан, они все везде розные, но, кали, казать, что у 90-х я так само мог электроникой заниматься, у меня был такой сэмплер, секвенсор, так само можно было писать некие электронные рэджи, а больше я концентровался на командной прации у розных проектов. Так в этом как бы сном и прикол, музыка рождается такая приятная, когда вы живьем общаетесь, когда у вас есть контакт такой, когда такое прям эмоциональное где-то какие-то всплески, там где-то вы ругаетесь, там или ты что-то еще, ну то есть в этом есть какие-то такие приемчики. Это классный классический вариант, так, и он зараз так само протягивается, так само зараз мы практикуем это, я могу наслать демо. Просто этот, как это сказать, такой творческий процесс, он больше считается как будто более одухотворенный и такой честный кажется. Ну типа так. Ну это такая классика, так. А вот записи, прям распространение, это же в 90-е были кассеты, потом были диски, сейчас это уже просто Spotify и ничего это не надо. Оля, он сейчас расскажет, сколько он кассет записал. Я тоже. Ну, в 90-х мы на Огул писали Наремовская первая альбома на Портостуде, нам записывал Вячеслав Корень, это все, у нас у подвале стояла Портостуде, звычайная кассетная пленочка, она на 8 каналов поделялась, и мы все это спробовали, конечно, это страшная была якость, але слухаю ци да это все, потому что треба было свойчасово дойти до слухача, и мы так думали, ай, ладно, материалы это треба записать худше, и ка он не из них просто, потому что на нормальной студии не было, а не грошей не было, такое Левона Портостудия это такая бандура такая с миллионом кнопок, кнопок, да? Не, Юра, это такая штука, подобная до пульта, звук, до консоли микшерской, да, мы тоже на такую писали когда-то первое и там есть кассетка такая, наибольшая якостная кассета купить, ну и подпишешь свои каналы там, конечно, на выходе якость, ну так собер все равно ну чевать словы, при нам все чувать соло, как играют чувать некие ходы, как все сыграно, вот, а потом была у Менску только одна такая контора, называлась фирма Каупчех, и туда можно было занести материал, и они там перегоняли с кассеты на кассету на добрых магнитофонах, не эти там у неких подвалах, які ранее займалися грамзаписом, ну, калешше там люди замовляли на кассете там собе некие там Pink Floyd альбом некие можно было купить, альбом там Led Zeppelin, что-то такое, ось, и у них застались и они там перегоняли уже наши, и выходзе наклад на кассетах, полиграфию рабили, бывало, что и с текстами, ну, и это была одна кропка у Менску, куда можно было пройти и набыть эту кассету, позднее уже пришли диски рабить, но это значительно у нас цифровая появилась была в Бресте порта студия долгие годы можно было только одна кропка, был еще один киоск недалеко от крамы музыка, ну, и была садзиба БНФ, где так само стоял стендзик, и там продавались и кассеты и диски, никто не был улику, это все мы просто приносили, ты продастел 20 грошей, и это там пары налазово, никто ничего не давал. Ну, да, что касается распространения, мы тоже на кассетах издавались, а когда мы записали, первый альбом зарубил, я эту кассету держал, и мне казалось, что эту запись должен услышать мир там. Мы такой панк-рок зарядили. Мы точно так же, когда первые диски появились, мы делали, у меня была такая резиновая печать на деревянном бруске, там я вырезал сам дай дорогу, написал от руки, и мы таким треугольником ставили, и сейчас я уверен, даже у многих в Бресте там сохранилось, у меня где-то дома валяется, наверное, ну и то есть у нас был какой-то такой сам издат, около 100 дисков, мы сами записывали, я сам лепил эти печати, но выглядело так солидно, там макал какую-то краску, не помню, и делал самодельные диски такие. А еще мы так сам рабили с этим ковчегом, нарезаешь диск, а потом была такая штука, что ты на него можешь сделать макет, яблок диска так званый, кругленький, кратинь, неким чином, он просто клеить этот макет, как на лепке, как на лепке, так, ровный красный там целая была такая штука, которая занималась, и мы в Польшу продавали память, мы ездили, делали презентацию альбома Пашпорт Громадянина НРМ, это значит 1998 год был, и мы такие привозили, налепленные такие. У нас в Менску никто этим не займался, как профессийно делать наклад, например, ты хочешь сделать 2000 дисков наклад альбома Крамабули, например, первого. У нас не было такого завода, кем этим займался. И требовало замовить у Сябра в Москве, який нас працала у журналистов в Москве, ему там пишешь в интернете, телефонуешь, и говоришь, видите, требовалось замовить у Екатеринбургу на заводе, вот такое, такое, мы передаем туды мастер диск, з якого они будут штамповать, и полиграфию так само у Кораля здаётся, фотошоп Кораля, и оно всё идёт туды, и потом простя в ник, он нам закидывает такую досыць и мы забираем у проводницы, её и там я что-то даем, некую мзду за той, что она сходилась это провести, а потом купляем особенно то, куда эти диски вставляются, то, куда полиграфия всё вставляется, пляс-васовы эти скриночки, и потом всё это складаем, складаем, и даем уже продаж разносим по музычных крамот, например. А по-моему какой-то период в жизни настал, когда уже какой-то рекорд там студия взялась и вот за нас по-моему в каком-то году, не помню в каком, 2003 или 2005 год мы подписали контракт и нас издала контора и то есть это был уже не сам издат, то есть мы не сами парились, сидели при лепке налепке лепили, а конкретно уже появилась появился диск такой с обложкой и там я не помню только какая-то какая студия она создала, но настало время, когда я уже почувствовал, что ох, мы пользуемся популярностью, то есть и они нормально продавались, их как-то рассылали по каким-то точкам. так было у нас такое, что в 2000 альбом Третья Рапахи мы выдали на лейбле Бульба Рекордс и они занимались целиком дистрибуцией, они выпустили кассеты и диски, и это все по всей Беларуси на реште раскидали, это уже не была одна кропка у филармонии, это какого чеха фирма, куда ты приходишь и там ты просто можешь купить вот вам гроши, дайте мне диск, а там по всю лунники киосках, там просто у кранов у них отделах, там где продавались диски, лежал и наш диск так само, это был такой прорыв грандиозный, потому что на всю Украину оно пошло. Да, у нас, если я не ошибаюсь, 20 сантиметров мы так издали. Вопрос такой, что сейчас у вас гастроли, это реально в Европе какие-то, по Америке гастроли, ну и даже какие-то, если брать вегетарианские времена в Беларуси, то есть это же и такие большие площадки, как Репаблик, ну не гастроли, а концерты, то есть это большие залы, а вот именно в 90-е, отличается, если у тебя есть какой-то знакомый арт, там допустим директор клуба, либо ты знаешь директора клуба, либо у тебя есть хотя бы телефон, ты просто звонишь и спрашиваешь у них, сколько стоит аренда вашего клуба там на вечер, мы группа такая-то, вот и все. Ну и естественно там идешь в горе с полком, все это заверяешь, что тебе можно все же исполнять, они тебе дают добро, дают гастрольное удостоверение так называемое, это в Беларуси, и все, ну и здесь практически все то же самое, за период времени, который там прошел за 20 лет, практически ничего не изменилось, все довольно легко, если у тебя есть гроши на аренду клуба, иди выступай, соберешь ты три человека, ну и класс, соберешь полторы тысячи, тоже хорошо. Ну и в Беларуси больше была такая практика, ты отразу ставишь райдер, что это ветровое как было на сцене, там такие-такие бубны, такие комбики, для басиста такие, для тебя такие, для другого гитариста такие комбик треба, ну такое все. Или везешь сам свое на горбу где-нибудь, там если ты там на Беларуси. Так, ну звычайно у нас была такая практика, беларуская, и час от часу, эта беларуская практика натыкалась на такие проколы, я ведаю, что один беларуский гурт рабил таки, усе беларуский тур, и они приехали, сдается, у пружаны, и ихний гукорежиссер, таки человек с амбициями, он дослав, у них таки полный, полный, могутный райдер, там усе комбики, усе, что треба, барабанная установка, какая мусить быть, и они приехали, а там ничего этого нема, и он питает, так а где, слухайте, где это, где там, анпик, где маршал, где там, где это все, ну а там сама директриса, это клуба говорит, знаете что, вот приезжал Дорофеев, и нормально, без этого, с чего сыграла концерт, вот, вот есть две колонки, она их отыграла, и все было прекрасно, у нее была просто с собой флешка, конечно, с собой была флешечка, так, а музыканты пьяные просто робили выглядеть, что они играют, вот, ну и это довелося хлопцам, там, сбирать по всех пружанах, там, и березти все, что они могли собрать, перед концертом, замес того, как займаться нормальным саундшеком, у Польши была за все, да, иншая практика, у Польши, ты мусил привезти, бэклайн сам свой, это значит, комбики свои, и свои бубны, альбо ты уже мусил, так уже, с усим домовиться, при нам все сказать, обовязково это мусит быть, и зараз так сама, такая практика, что ты приезжаешь со своим, а там только стоит вот панорама, то есть, что улучшите светло, а вы сами как изменились, вы ощущаете? Ну, а я, насколько знаю, гитары ломаются до сих пор, а сцену, но я даже, только двойцы ломал гитару в жизни, потому что у нас таких, у Вильни, мусил быть, грандиозный концерт, там песни, там шмат яких проектов, в году, ну, я подумал, а чему не сломать гитарку, концы, было бы так, не кепско, но изломали, операт ГЭТМ, я ломал в 90-х, у нас, был некий, такие грандиозные концерт, двубой с нейродюбелем был, и на втором было у концы, заработать некий эффект, жест, такие, и мы, и мы, и мы набыли такие танные гитары, некие, не память, такие, знаете, ГДРовские старые, и на пошни песни, идти на пера до пошни, как мне, внизу все, можно так палиться, мы свое сняли, а это и надели, там поиграли, поиграли, ну и концы все, басы, две гитары взломали. Я, когда вот сейчас готовился, я видел, это на БТ, была запись, вот, двубой, там, вот, репортаж с этого, с интервью, вашими комментариями, а че они лысые ходят, че они такие лысые, здоровые, а че они потлатые такие ходят, мы качаемся, такой, батл. Мы выдурывались, конечно, на самом речи, у нас были в датной зиме относены, это там придумал, у них что-то классно, как был двубой, требовало продать эту, КПЗ, как выказали Минск, ну, сыграли, ты двубой там, я не память, кто первым мог, кому там что присудили, бо, на мой погляд, на могу, што тычыць рок-музыки, то всякие конкурсы там, и всякие спаборністы, это абсолютно дурная справа, таму, што, таму, што, розные гурты, нема к чему парановоць, бо, яны, па, кожны, па-своему, асадцовы, и бачыць, гэты свет, и хтось ци, хочы играть, худкосное соло, а хтось ци, надворот, не хочы этим займаться, а хтось ци, хочешь просто спевать под гитару на трех аккордах, и это, это справа у всех и кожных, что он хочет, и что он может. Я говорил, что я не особо разбираюсь, ну, в том, как работает музыка, и она працует так, что ты по слуху песни заплакываешь, так працю и музыка. Нет, как, как, как делается музыка, как пишется музыка, есть такое, вот ты пишешь песню, формула хита, или что? Ну, вот типа формула хита, есть такое, что ты, есть ощущение, что, ну, вот как ты сейчас вот говоришь, мне это должно совпасть несколько факторов, чтобы нравилось тебе, и еще людям, которые, как бы, могут конкретно выразить какую-нибудь для тебя острую критику. И если они толком и прокритиковать не могут, а только, как бы, от них веет положительными эмоциями, и они на тебя, ну, начинают смотреть по-другому, все, имей в виду, как бы, ну, я именно так смотрю. Ну, во-первых, я уверен в этом, в этом сам. Либо это пройдет или нет. Если нет, то как-то я начинаю переделывать так, чтобы оно прошло в любом случае. Ну, точно так же, как и картина. Скажем, когда я ее пишу, я вижу, что, ну, получается, кал, или ты в любом случае пытаешься ее преобразить. Наносишь какие-то другие мазки, что-то там меняешь. В худшем случае, ты просто можешь стыреть, или, как многие там, просто скомкали этот листик, выкинули в урну, и пишут заново. Вот и все. Ну, а многие пишут просто проходники, и думают, блин, чёж я не звезда. Ну, якори пишу песню, мне сдается, что она уже классная, сам все. Изначально мне сдается, мне сдается, ты не можешь, вот, ты не можешь писать, и думать, ай, ты как это так, собираешься. сам что нету, правильно. А, конечно, конечно, там, я напишу, конечно, ну, включаясь, все не отрывается. то не так, это не... зачем этим заниматься, ну? Ты уже пишешь, пишешь, то и называется, супер, гениально, ну, потом бывают нюансы, что, ну, нет, не зашла, может, что-то не туда, там, пошел, там, не бывает, что и классно. Ну, это такие процессы, эти тяжко расхлумачиваются. Есть, навод, такие истории, у соседной музыки, ведаете, про гэта гвыканавца, какие, написал два альбома, и, услышанных, он с Азлучанных Штатов, там не был популярный некий латиноамерканский прозвищ, Радринец и Мартинец, але он, шамусь цих, гэта два альбома страшно были популярны у Австралии, Новой Зеланды, по-моему, и у Паудняв Африканской Республицы. И там думали, что гэта гэта гэканавца, что он разом с Хендрексом раз наркотики и алкоголь рано помер, 27, что его уже нема. И он такая культовая была абсолютно посты, в этих краинах. И потом, калю уже почал развиваться интернет, он доведался, что он здесь на будовле працавал, там что-то шлифовал, там зачищал, там фарбовал. И тут до него приходит, значит, эта вестка, что он культовый абсолютно персонаж и страшно популярный на этих территориях. И он поехал туда с туром, и там просто его на частке раздирали, и это просто невероятно, что он туда приехал. Я некольки тура там зарабил, что там некие песни записывал. И там все это было велино популярно, велино классно, а в Штатах так и не пошло. И так что тут, ну, кто беда, как что, и какие песни, где стрелять? Я так послухал пару этих песен, я вон, ну, классные песни такие, такие конец 60-х, такие, про гожий саунд. Текавые слова, он так и протестовый, протестовый таки был, выканаваться там, что есть и про наркотики, про зло, там, что есть и про полицию, ничто, все такие, но, текавые. Газета Шабановский Вестник, скажите, вот недавно у вас была галерея, вы на двоих, нарисовали много картин и показывали их людям. Расскажите, пожалуйста, про эту картинную галерею. Как все прошло? Был ли аукцион? Купили ли картины? Ну, или вон, давай, с козырей. Ну, это не галерея, это музей Вольной Беларуси называется и находится на улице Фоксель 11. И выстава наша с Юром, она протягивает свою працу и теперь туда можно зайти, поглядеть, кали, особливо, что здесь спадабается, можно и на улице. К сожалению, до 7 сентября. Так, когда все много вируснее, вы можете туда сходить, можете оценить наши мастацкие вартости. Мы там на вот краху заинсталявали помешкане, там, вось там, ну, есть наша супольная стена, где раз висеть картинная, есть стены, где есть стены, где моя праца, и есть две стены, где Юрова, так само. Картины, вось, приходьте, глядите, набывайте, пишите ваши, вот, выки нам вельми истотные, гэта, потому что это наш первый досет, мне сдается, все отрывалось, и был аукцион, и наши две картины, досыть, за некепский кошт, я лечу, для неведомых мастаков, набыли, ну, и частку сродка, мы обещали, что мы передамо вольным купаловцам на ихние проекты, и мы так и сделаем. Ну, так как проект у нас культурный, мы решили поддержать культуру. Как вы понимаете? Я на вас подробую подтримку, безумовно, потому что, как я ведусь, и на вот у Беларуси культура, по вот, для грошей, вылучшаются на подтримку, она на прошнем месте находится. Безумовно, на первом месте там всякие войсковые речи, там, экономика, то и все, а культура, а, спорт, я же забыл, все так, а культура здесь уже терепается там, наприконцы, дожинки, и славянский базар купить. Культуру в эмиграции вообще никто не поддерживает, люди все сами делают. так, тут вельми истотно то, что никто не перескажает. Можно не подтримливать, как не перескажали головное, потому что на родиме я не добрых, как просто не подтримливали, но постоянно налезли своими черными списами, с заборонами, целые 10 годи прошли под заборонами, и это было достаточно так, ну, сумновато это все было, Коваленька. Да, ну, вот сейчас готовился, смотрел все ваше интервью про все эти черные списки, и у меня всегда такой вопрос, вот, ну, насколько это нужно, любить музыку, насколько нужно любить творчество, чтобы, вот, несмотря ни на что, продолжать. Ну, я сам не буду отказывать на это пытание. Ну, благодаря тому, что мы можем это делать, мы это делаем. Если бы мы сейчас с Леоном сидели бы где-нибудь в темнице, ну, к сожалению, Леон бы мог там строчить где-нибудь между строчками в книжке что-то, да, я бы мог то же самое делать, но это было бы в заперти и в духоте. Так как мы находимся здесь на свежем воздухе, у нас есть, ну, как бы, все возможности это делать, мы этим, мы это и делаем, мы делаем то, как бы, ну, что умеем и зачем родились. Ну, а то, что, когда мы там делали, на суперах забаронам, ну, это было, навык, цикаво, погуляться с этой владой, пакуль, я наше, не настолько проявляла свою кривожерность, ну, забароняйте, мы не, как бы идем эти забароны, мы сграем где-нибудь в нечаканном месте. Просто, теперь уже совсем иншая гульня началась, и так, теперь уже, калі ты, навык, сдымишь некие пансионаты, ты туда приедешь играть концерт, и навод заказны, як это было колись с РСП, то ты можешь загреметь нормально, як минимум на сутки. Это ты сейчас про Беларусь, да? Ну, так. Так нет, там дело понятное, там здесь все как бы в плену, под прицелом, поэтому... я про то, я про то, что я забаронен был там 15 годов, там взрослой интенсивностью, и все равно мы там спробовали нечто сыграть, некобайсти это, ну, хотелось, просто есть такие момент, когда уже, когда уже совсем меняется ситуация, и теперь там уже в этой губе не погуляешь. Я даже вспомнил, что на каком-то, после выступления на одном из фестивалей нас, по-моему, тебя, нейродюбель, всех запретили там на год, что такое было, в общем, то есть мы не могли нигде, никакой ротации по радио, потому что наши песни порой бывало даже премелькали где-то, ну, то есть было, было, были времена такие, что, как бы, рты затыкали, да. Не, ну, то, что это первое, это уже, это уже все там, как бы, все, все зачинилось, альбо, что есть черный спис у дельников ковер-бэндов, которые засветились и не идем протестных активностях, те-то играли у когости не того, например, кто меня там, те-то у Володи Пугача, те-то просто играли ни какую песню, ни такую, а трэба и вошли в этот черный спис, и теперь так само верьми, верьми, там, дыхтонно проверяют к этой худельнике, ковер-бэндс. Любых, любых музыкантов, которые засветились по какой-либо политической статье, и он участвует в какой-либо к группе, и им же нужно подавать списки, и все это дело попадает под проверку, и, ну, то есть, ну, как бы, ты, получается, не в уделе, и... Ну, чтобы к этой ситуации уже анализовать немасенсу, там уже все зашло недалеко. Не, ну, да, там выжженное поле, там, могут... Это стабильный подход, я тебе была пошла, не там, в десяти годе. Ну, а в худшем могут и клуб прикрыть. Была такая ситуация? бывали такие ситуации. я... Ну, глядите, как прикрыть? Например, телефонуйте, говорят, что вы не повинны проводить концерт такого и такого артиста. там говорят, что мы нажали, у нас уже записалось там 350 человек на... на эти концерты, мы не можем это отменить. Ну, добро, глядите. Может, самая, самая педемстанция зайти, там, пожарная какая-нибудь видишь? Так, так, и яны, например, проводить концерт, приходит такая поширенная комиссия, как Юра правильно скажет, это эпидемстанция, пожарники, некий там еще контролирующие органы, там, электрик приходит. Ну, и вам просто выкатывают такие штрафы, что еще два раза таких штрафы, вы можете начинять бизнес спокойно. Ну, и ты разумеешь, что в Лепе не проводить непожиданных артистов концерты, и все. А, вот, что мне интересно, что по факту все группы, которые я слушал, все группы, то есть там Вольский, дай дорогу, и Джим Орс, и Безбилет, ну, то есть вообще, давайте, давайте все нормальные группы, давайте скажем, все нормальные группы, все же поддержали протест, то есть все, все высказались, никто не молчал, и, естественно, они теперь не могут выступать, зато таким людям, как там, я не знаю, всякие там сестры Груздевы, да, или, или, вот, они зато теперь выступают везде, или какая-нибудь группа Дрозды восхваляют теперь Лукашенко, и зато теперь везде выступают. Ну, кстати, да, это прорыв года, да, группа Дрозды. А сестры Груздевы это дуэт года. Это Грэмми уже, это точно. Там нема, там нема про что разбавлять просто, ну, ну, на самом речь, приведенные узоры, они никак дочинения не маясь просто до музыки, а не кажучи уже, да, про сучасную музыку, типа, про актуальную, ця рок-музыку, там, ну, а по іншому, ну, засталися наибольш такі люди, там, які у іншой ситуации на углу не имели шансу, а тут, ну, хоть некий з'явився, ну, хоть, так, калі будзе концерт у клубі, ніхто, конечно, не избереться, а якщо ли, покліщить, на площі, играть, за одину державу, там, дожинки, там, что си там, некий святого города, то, конечно, некий бюджет, там, зной дать, заплатить, там, 300 доля, и можно вывести на сцену и сыграть две песни, які у цей юсти репертуару. Ну, для многих, конечно, настал звёздный час, да? Но, Юра, не для многих, потому, что там мало этих, хусь, ваканалців, які які могут сыграть, хоть две песни. Не для многих. Якраз, абсолютно большиня людей, як правильно, Коленька сказав, які, неким чином, підтримали протез, хоч би сказали, я супрати гвалту у Фейсбуку, і вони вже в чорном спісі. І, якби, ти, хто лічився правовладними ваканалцями, які єззіли перед выборами за все, з туром за Беларусь, там, по этих ДК. То, все равно, ныне, тут, була такая ситуація, що, коли ти не ви кажешся супрати гвалту, то це просто, ти не чоловік, на сім річ. Бо це, усе махчиме, перешло, усе махчиме, меже. Тому, і все, там, гітаристы, і басісты, всі не як виказувались, і всі не підтримували цей протез, і всі вони, дружно, вошли, велисярний, такі, музичний, чорний спіс. А хто застався там, ну, це ніхто я не ведаю. Накольки я там бачу пару выступів, так, край лука, я так на этом не фокусуюся, ну, там ніхто просто, з растарацієніх музыків взяли, там, кабе не підтримували. Ну, зато з Білоруссі реально просто, что, ну, у мене нет ни одного разочарования з белорусскими музыкантами, ні одного. Вот, условно, я в юности слушал, например, «Наутилус Пампиліус», і сейчас, когда ти видиш, или «Арию» я слушал, то есть я, мне нравилось эта музыка. Разочарований много, да. А вот сейчас, вот, смотреть, ну, что они делают, и вот я слушаю, когда слышу эту песню, у меня все равно перед глазами, что этот человек поддержал войну, и я не могу больше слушать. Не знаю, как вообще, ну, можно ли разделять творчество и позицию людей? У вас получается? Мне нет. Я, у меня такое же мнение, как и у тебя. Просто музыка стала отравленной. Очень круто сказано. Отравленная музыка, которая, если не дай бог, попадается где-то в Spotify, она сразу же такое, все, до свидания. Ну, у меня широко кажется, так само. Я, я на углу не разумею, як усе этой арии, там, бутусовые, они все выхованы на такой старой рок-н-рольной традиции, як минимум, на песнях Джона Леннона, там, супротивоенных, на Брусси Спрингстоне, там, якое, все супротивоенный. И это массовые протесты 60-х, 70-х годов, супротивоенный в Вьетнаме, американской. Все это, такая могутная антивоенная плыня, яка просто усмартал себе, себе тако частный рок-н-ролл, на яким все, усе гадавалися просто. И теперь сказать, что мы за войну, то, ну, значит, это оно, значит, мы просто с ними разные песни слухали и по-розному спрямаем эту музыку. Хотя бы, сдавалось, тут вельми просто, ты можешь просто промолчать и не выказываться. И не обовязково ехать, играть там для наших ребят, які там, можно устремляться. Ну, потрапишь ты там у черный спис, ну, это ж не на завсёды. А ленивись, они вырешили так, ну, это нам все жице уже до конца. Карьера уже прямо такая, что уже не отмылись. И никто... Я, на счастье, николи не захоплялся этой российской музыкой так как серьезно. И не пропускал я по себе так уже по серьезному, по фанску. Тому мне так мало расчарования. Таких, как вот был мой кумир, а он взял и там поехал играть в зону этой войны для русских жавнеров. Альбо, які там выказався, что и правильно, как лоу трубам отшить там. Ну, я не здається такий, ну... они стали какими-то слегка жалкими, Ну, ну и потом, я нарушу такие, для когостей просто, там же так само концерты проводят, у подтрюмку этого сяго. И для когостей, может быть, опошний шанец, там сыграть, робить грошки, нормально. Там же бюджеты в России такие нормальные. Мне очень обидно за Уму Турман. Такой коллектив, такие классные песни. Скажем, там Любе, там Газманов, там еще какие-либо там. Это ясно. Арии. как-то я... Ну, вот есть некоторые исполнители, которые на самом деле взрастили поколения, и тут такое разочарование. Кажется, как можно вообще поддерживать убийство людей? Ну, так я про это скажу. Тем более, что коли ты, коли ты слухал песни, які суперзвайны, это программные песни, это як вот, як азбука. Это вот, ну, як бы, с молоком, макшином, там еще гэта, там, гиф, писать чэнс, там все гэта. А тут, да, за войну нормально. Давайте, шпурляйте ракеты, все доброе. Журнал Гламурная Беларусь. Лявон, вось у вас проект Эммигранты. Скоро запускается. Расповедите про гэты проект. Ведаці, вельми тяжко расповедать про проект, каля нема, что поставить, послухать. Я уже некальки разу отрабил, отрабилець, такая дурная справа, я кажу, ну, уж там шерох песен, там, про розные пачути, таму, што это засимый, такий, новый, досвит, эмигрантский, спачатку, тебе сдается одно, потем, там, ты плачешь, потем, ты готовы везти, со зброя, воевать, там, супраць, ворога, то ты, там, отбиваешь пароги некоего, там, урадовы институции, там, яшэня, што, то ты просишь привезти, штось, с дому, то ты, там, спробуйш, неяк, с медициной организовать, свои стасунки замяжу, ведь все не так, як у нас было. Ну, вось, прикладно про это, 21 песня, объединана таким характерным гучанем, там, акустичная гитара играется, ну, шешмат іншых инструментов. Песня в розных стилях, ну, и про розные. Когда, а когда это все увидит свет? Ну, мы б хотели, кабрылес, отбылся 14-ка вересня, у нас запленавана так, а тур пачинается 19-ая Кастричника в Варшаве, уже пачинается тур с гэтым проектом, и будем, все ж таки, 21 песня, это досыць великая кулькасть, ну, мы потом хиты свои, ну, праконцы все ж таки сыграем найбольш значные песни, каб довести, може быть, до 30 песен в концерте. А расскажите, какие у вас концерты намечаются? Потому что я видел, у вас на страницах очень много разных концертов по Европе, Грузии, Кипру. Расскажите, пожалуйста, об этом. О, у нас такие концерты намечаются, что вы захистаетесь и просто такие у нас концерты намечаются. Этой даты, забывай, сегодня 19-ая Кастричника, у нас подпочаток тура с эмигрантами, а перед этим у нас будет Грузия и Кипр. с такими электричными концертами традиционными гурт-вольски. Новая и Лепша, я жартую, конечно, так не называется. там так само Кастричник, сдаятся некие восьмые, там, что-то такого, типу, каратей, Тбилиси, Батуми и потом Лимассол. Это все мы одним так само мини-туром, так что садитесь. быть может, мы там где-то и пересечемся в этих теплых странах. У нас тоже в Белиси, Батуми это в ноябре, по-моему, в 20-х числах. А нет, у нас на месяц ранее. Потом у нас 7-го, нет, ближайшее это Познание у нас, 30-го сентября, буквально вот скоро. Потом в октябре у нас будет 7-го в Берлине и возможно еще там где-то по-моему на Кипр поедем и в Израиле еще должны появиться. И в Вильнюсе, кстати. Люди ждут, не дождутся. А, чекайте, чекайте, чекайте. У нас еще 8-го века сейчас, у наступной месяце, мы в Дельничном таком белорусском фестивале Минск-Минга называется в Мюнхене. Так что запрашаю в Мюнхен так само ты, кто побачь там 10-е, может быть в Франции, там и побачь с Баварой, в Швейцарии, Ну и еще можно добавить, что обязательно посетите до 7-го сентября, кто находится в Варшаве, ну или ближлежащих там поселках городского типа, если есть возможность, выставку, купите картины, поддержите культуру, потому что часть денег будет передана в нужные руки нуждающимся. Нуждающимся купаловцам. Да, про концы я за все до троху разговляю по-белорусски, потому что я в жизни разговляю по-россейски, але поступово хочу переходить на белорусскую мову, и наступный выпуск я хочу так само зарабить целиком на белорусской мове, тому я так само бы хотел. Ну, успеху. Так, так само бы хотел, Олеж Дрэнна здарается, а тут а тут а тут а тут а лепш мувич по-польску, поэтому голова трещит. Хчел бы без блендов мувич по-белорусску, а тут а тут подшебно по-польску мувич. Прикинь? Так, ну, меня пытание на конт белорусской мовы у песнях, что есть такое меркование, что белорусская мова у песнях больше милогучная, и есть некоторые песни, которые я слухал как на русской мове, так и на белорусской мове, и по-иншаму на тебе влияют эти песни. Хочется плакать. Правда ли это? Нет, но ясно, что когда ты спеваешь по-белорусски, то на углу каждая мова на прыгожая у спевах, на мой погляд. На каждой мове можно прыгожа выказаться, спеваючи, там, рифмуючи, ротки. И каждая своя особливая, так само своя особливая белорусская мова. Мне сдается, что для рок-н-ролла вельми она пасует. Как только мы начинали первые экзерсисы робить в этом на керунке, я сразу разумевал, что это классно доброй вельми сядить и варто протягивать. когда ты одну и ту песню спеваешь на разных мовах, например, по-польскому и по-белорусски, это будет рахурозная песня. Но все равно есть в этой мове некий код закладины. Когда ты по-россейскому и по-белорусски так само разумевал, не абсолютно, а для достаточно разной речи. Вы меня разумеете. Поэтому разговор про мову у песнях это такая штучная разговор. Просто спевается по-белорусски спевается, спевается по-россейскому добре, по-польскому добре, по-ангельскому добре. У меня просто так склалось сито я из литературной семьи, то мы просто это не причем. просто когда начинали, мы нам про что нам быть такими отметными, как отразу нас познавали. А тады по-белорусски уж никто не спевал. песняры, ну для нас песняры этошни, что же такие старые дядьки, какие народные некие песни спеваете, классику белорусской поэзии, а мы вот свое пишем. Ну и подумали, что будем по-белорусскому клепать тады и будем отразу познавали. Ну так отрывалось интересоваться культурой уже там третий год, двадцатого года конкретно. Вот и многие песни начал писать на белорусской мове, чтобы они были доходчивее. Вот так как они являются, если уже на белорусском звучит, она уже какая-то протестная. И сейчас вот нашел замечательный стих Максима Танка, у которой такие чудесные слова. Я в общем, когда ее пою и вообще когда пытаюсь и доношу до людей информацию на белорусской мове, мне кажется, я как будто бы возрождаю и реанимирую ну что-то такое, что в недрах просто лежит, какой-то самородок достаю такой и вот его такое очищаю такие вот чувства и поделаю добру справу. Ну у меня подобное очувание было, когда я робил целый проект Белой Яблонегрому на верши белорусских классических поэтов, то вот сделать верши, песню, такую, причем сейчас песню, это достаточно интересная справа и мне кажется потребная справа, потому что эта верша ассоциируется с таким таким припыленным таким с библиотекой некий, с шафой такой несвежестью, вот ты как бы правильно, Юра Говорич, отдыхаешь новое житёв это всё и вельмедикало. Ну, когда я услышал эти строки «Глядите убудучи несмело, настал долга чака на час, под стягом бел-червоно-белым, чака и перемога нас». 20 лет было Максиму Танку, когда он эти строки написал. Для кого он их писал? Понимаешь, в чём дело? Я такой думаю, так это ж он для меня их написал. Ну, то есть для нас, для белорусов. То есть это дрыжики по телу идут, ну, люди вкладывали душу в это. И, то есть такие строки прям такие крылатые. Прям хочется плакать. Да. Стихотворение называется «Ты чуешь, брат?» Там каждая строчка просто в десятку до такой степени это такое произведение. Я хочу сказать огромное спасибо за то, что вы согласились, за то, что вы поговорили. И я так это смонтирую. Это лучший подкаст в истории подкастов будет. Миллионы проглядовал. Так, во-первых, ставьте лайки, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и подписывайтесь на инстаграм Юрия и инстаграм для Вона. А ты их засветишь? Я их в описании поставлю все. Я поставлю и инстаграм, и фестиваль, и все. Потому что мне кажется, что очень важно как-то объединиться, очень важно быть на одной волне и следить за тем, что делают белорусы. Мне кажется, вот это самое важное. Я ни разу, если честно, не встречал людей, никаких белорусов, которые говорят, да мне пофиг, что там. Всем интересно, но как-то вот это просто вот ты где-то не подписан, ты где-то не узнал, а потом, о, а что к нам приезжали? Поэтому надо подписываться, надо следить, ставить лайки, надо подкасту, размещать везде во всех соцсетях, надо комментарии писать. Боже, какой крутой подкаст. Ну да, все верно, только разом. Дякую, так само, вау, цикаво.